Ребята, привет! Многие абитуриенты боятся задач с параметрами. В обычных школах с ними толком не работают, но при том при всем на экзаменах-олимпиадах без таких номеров никуда. В этом ролике предложу вам надежный план подготовки к задачам с параметром с нуля. Акцент будет на двух книгах, за счет которых строится фундамент. Все остальное вы можете адаптировать под себя. Итак, первое пособие – задачи с параметрами при подготовке к ЕГЭ Виктора Высоцкого. Второе – задачи с параметрами Сергея Шостакова. Именно эти несекретные материалы мы рассмотрим детально. Поехали! Всякий выбор литературы, конечно, субъективен, но из десятков книг по задачам с параметром я не видел аналогов пособия Высоцкого. Это точно должна быть первая книга при знакомстве с темой. Здесь рассмотрены далеко не все аспекты, но именно погружение в специфику задач с параметрами Виктору Высоцкому удалось сделать очень плавным и дружелюбным. Параграф 1. Что такое параметр? Ну разве не с этого стоит начинать трудную тему, а? Притом обилие подробных примеров с комментариями, рассуждениями – как раз то, чего не хватает многим советским книгам. Давайте рассмотрим характерную главу «Графический метод». Вместо того, чтобы кидать абитуентов в пучину неизвестностей, сначала аккуратненько излагается материал о линейных функциях и их графиках, о всех деталях, связанных с взаимным расположением прямых. В примерах даже напоминается, как определить неизвестный коэффициент уравнения прямой по двум заданным точкам. То, что в общем-то было еще в седьмом классе, но играет особенно важную роль сейчас – все напоминается. Однако же не стоит думать, что на протяжении всей книги будут одни сисюканье. Взяв разгон от простых задач, решающий дойдет до действительно трудных, но и те будут предельно понятны, потому что выкладки делаются подробные, все разжевывается. После изучения всех глав книги можно смело браться за задачи ЕГЭ, которые расположены ближе к финишу и тоже снабжены решениями. Да, не все будет получаться сразу, но все же для начинающих, по моему скромному мнению, это самая лучшая книга по теме. Естественно, что стоит развиваться и дальше, но на то есть продолжение. Продолжение в виде пособия Сергея Шестакова. У него есть аналогичные книжки и по другим задачам ЕГЭ. Номер 13, 15, 17, не только по параметрам. Я их очень хорошо знаю, сам нередко пользуюсь. Могу сказать, что они охватывают материал в полтора-два раза шире необходимого для ЕГЭ. И в случае задач с параметрами это однозначно хорошо. Никогда не знаешь, что попадется и что пригодится. То есть все главы пособия смело рекомендую к изучению. Отмечу, что и здесь методически все продумано как надо. Развивая тему монотонности, сначала дается теория, а потом примеры с решениями, да и то первые из них параметров не содержат. Но книга при том содержательная, 286 страниц. А уж задач серьезного уровня вообще море, так что работы хватит. Но если вдруг есть желание прорабатывать и развивать тему, то вот еще какая штука мне попала в сети. Смотрите. Wild Mating Mathematica. По-моему, задачник отлично подойдет для закрепления материала. Автору хватило ума разбить задачи с параметрами на три раздела. Подготовительные, графический метод, аналитический метод. А кроме того, задачки с параметрами можно найти в вариантах ЕГЭ блока С. Номера эти нигде не дублируются. В олимпиадном разделе есть симпатичная задачка из варианта ОМО 2018. Ну а еще на вступительных в МГУ попадаются актуальные и порой достаточно серьезные конструкции. В общем, более 40 номеров с видеоразборами. Шутки в роликах чуть скучнее, чем Алексея Эдуардовича, но все же лучше, чем ничего. Ладно, как я уже сказал, работать на качество можно по разным материалам. Тот же Ткачук, например, отлично подойдет. Замечательная подборка задач есть на решу ЕГЭ. Все номера раскиданы по разделам и содержат решения. Ну а прежде чем браться за олимпиадные задачи, не забудьте про соответствующие разделы на сайте Игоря Яковлева. Ключевые листки с теорией примерами сверстал в один документ, ссылочку оставлю в описании. Ну и напоследок. Задачи с параметрами – это в первую очередь аккуратность и математическая культура. Маленький промах в одном рассуждении – всю задачу сводит на нет. В плане первичных баллов ЕГЭ это особенно чувствуется. Так что делайте упор в сторону качества, а не количества. Ну и мыслите критически, занимайтесь математикой. Счастливо!